То есть, как получается, что мы трансформируемся? Начинается всё с того, что мы принимаем то, что есть. Потому что, когда мы говорим, это не... Знаете, какой-то анекдот? Пятачок с видепухом идут. Я не пукну, я не пукну, я не пукну. Я не пятачок. Я только знаю, я не пукну, это не я. Ну, да, ну, в любом случае. То есть, мы как бы отрицаем истинное положение дел. Глубинно. Мы можем сказать, я, там, плохая мать. Или я сплю с мужчинами за деньги. Или я, там, не знаю, безответственная. Но внутри у нас при этом есть такое нет. Внутри есть... Мы как бы это говорим, да, вот плачем. То есть, внутри есть отрицание. Отрицание – это попытка оттолкнуть то, что есть. А пока мы не приняли исходную точку, мы не можем двигаться. Потому что мы как будто говорим... Меня здесь нет. Нет, да? Не про меня. Это не про меня, да. И тогда я не могу передвинуться. Потому что любое движение начинается с энергии любви и принятия. Для того, чтобы... Например, как происходит мытье посуды? Вы говорите, о, посуда грязная, помою. И моете. Если вы, фу, ненавижу посуду. Грязная посуда. Кошмар. Раковина заполнена. Ужас, ужас. И мы тогда можем не мыть годами. Да? То есть, все, что мы отрицаем, мы теряем возможность это трансформировать. Для того, чтобы трансформировать, важно сначала признать то, что есть. И тогда следующий шаг. Мы сейчас спрашиваем, а что я с этим хочу сделать? Я это уже люблю. Да? Как может быть еще лучше? Но то, что есть, уже хорошо. Если то, что есть, плохо, то это навсегда. Понимаете? То есть, когда мы чему-то запрещаем быть, оно не может поменяться. Поэтому это упражнение, это упражнение на то, чтобы мы разрешили быть тому, что есть. Да? И сексуальность, когда я говорю, я это хочу. Я сексуальная, когда я злая. Я сексуальная, когда я депрессивная. Я сексуальная, когда я страдаю. Это как бы своему телу говорю. Я хочу себя такую, какая я есть. Тогда я могу поменяться. Вопросы есть? Нету. Понятно же?